Дорогие ребята, сегодня в мире музыкальных инструментов мы познакомимся со струнными инструментами. Струнный квартет – это ансамбль из четырёх музыкантов, играющих на разных смычковых инструментах. У этих инструментов есть струны, и звук извлекается с помощью смычка. Исполнители водят смычком по натянутым струнам. Отсюда и название – струнно-смычковые. Как ясен звуков перелив, в них радость и улыбка, звучит мечтательный мотив, его название – скрипка. Скрипка – самый маленький струнный инструмент. У него тонкое высокое звучание, имеет четыре струны для того, чтобы менять звучание. А чтобы играть на скрипке, её кладут на левое плечо и придерживают подбородком. В правой руке держат смычок, который водят по струнам. Скрипка Скрипка была участницей многих праздничных церемоний во дворцах, на балах, различных приёмах и гуляниях. Послушайте сказку про скрипку. Жили-были король с королевой, и не было у них детей. Любили король с королевой устраивать балы, танцевать. И вот однажды, после концерта весёлых музыкантов, к королю подошёл скрипач. На руках он бережно и любя держал скрипку. Никогда не бросала его в беде скрипка. Сколько тайн, слёз, радости разделялся своей любимицей музыкант. Прослышал он о горе короля и королевы и подарил королю скрипку. «Как придёте во дворец, Ваше Величество, сыграй своей жене на ней. Только смотри, в чужие руки не давай». Король так и сделал. И вот однажды родилась у них дочь. Родители назвали её Домисолька. Принцесса росла на глазах не по дням и по часам и была очень одарённой музыкальной девочкой. Как-то раз тяжело заболела королева. Домисолька взяла свою скрипку и начала играть. И случилось чудо. Королева выздоровела, и все поняли, что скрипка не простая, а волшебная. С тех пор все шли к Домисольке, и когда у кого-нибудь случалась беда, она поиграет на скрипке, и люди и звери выздоравливали. Есть у скрипки старший брат. Называют брата Альт. Больше скрипки Альт размером. Голос ниже. А вот виолончель похожа на большую скрипку или Альт, потому что имеет схожее строение. На ней играют сидя, удерживая инструмент между коленями и убирая его штилем в пол. У виолончели очень красивое низкое звучание. Скрипки он, как старший брат. Ей помочь всегда он рад. Он и Альту, верный друг. У него басовый звук. Это контрабас. А теперь попробуй отгадать инструмент по слуху. Какой же инструмент звучит? Виолончель. 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 Альт. Контрабас. Вы отгадали все загадки. До новых встреч!